Здравствуйте, уважаемые эксперты! Меня зовут Диаголев Максим, я ученик днисового класса Игдейской средней школы имени Эдуарда Карловича Пекарского. Представляю вашему вниманию свой проект «Его имя носит наша школа». Это в первую очередь информационный сайт. На сайт вы можете перейти по ссылке, которая есть в отправленных нами материалах. Сайт «Его имя носит наша школа» посвящается нашему земляку, ученому-филологу, этнографу-фольклористу, почетному члену Академии наук СССР Эдуарду Карловичу Пекарскому. Практическая проблема данной исследовательской работы обусловлена тем, что хоть и носит наша школа имя выдающегося Академика Пекарского, но нет ни единого информационного источника, откуда можно черпать информацию о нем, «О человеке, чье имя присвоено школе, в которой я учусь». Цель нашей работы – это составить информационный сайт, посвященный жизни и деятельности Эдуарда Карловича Пекарского. Для достижения своей цели я поставил следующие задачи. Найти и изучить источники, рассказывающие о биографии и трудах Академика. Собрать материалы Пекарском для школьного сайта, и для работы по патриотическому воспитанию школьников. Найти новые сведения и факты из биографии Эдуарда Карловича Пекарского. Практическая значимость нашего проекта – это создание рабочего информационного продукта, который можно использовать на уроках по патриотическому воспитанию учащихся. Для создания данного сайта мы использовали конструктор сайтов «Тильда Публики». Результаты нашего проекта. Мы собрали воедино сведения о Пекарском, почетном академике Российской академии наук, всемирно известном лингвисе-черкологии, авторе фундаментального словаря якутского языка, работ по этнографии и фольклору якутов и других народов севера, о том, чье имя вот уже несколько десятилетий с гордостью носит наша школа и создали информационный сайт. Итак, представляю вашему вниманию сайт, его имя носит наша школа. На обложке сайта вы видите дом-музей Эдуарда Карловича Пекарского в местности Дерене. На обложке же находится меню сайта, состоящее из следующих разделов – биография, годы ссылки, научная деятельность, семья, память, интересное Пекарском, фотогалерея, труды Пекарского и Вконтакте. Например, переходим на фотогалерею и тут мы можем видеть разные интересные фотографии с Эдуардом Карловичем Пекарским, с Академией наук и местными жителями, например. Также после каждого раздела мы вставили кнопку «Назад», которая может отправить вас обратно на содержание. Сделано это для того, чтобы сайт был намного удобнее. Большинство материалов нашего проекта – это общеизвестные факты биографии Пекарского, но мы нашли и несколько малоизвестных, но, на наш взгляд, очень интересных фактов. Так, в разделе «Интересное о Пекарском» мы вставили ссылку на статью Вунчатой племянницы Щербаковой-Кугайской, в которой она очень подробно анализирует взаимоотношения Пекарского и Алексея Пулаковского. Помимо этого, она с горечи говорит о том, что в нашей республике не уделяется должного почтения памяти Эдуарда Карловича Пекарского. По ее словам, дискредитация Пекарского становится уже заметной тенденцией. Все реже упоменяются его заслуги перед якутским языкознанием и культурой. В республике Саха нет ни памятника, ни мемориальной доски в его тесте. В Якутске только небольшая улица на окраине города и памятный камень, поставленный поляками. Вот все, что сохраняет сознание жителей и гостей столицы имени Эдуарда Карловича Пекарского. И я согласен, полностью согласен Щербаковой и Кугайской в том, что настало время создания полной, выбранной с точки зрения источников ведения научной биографии Эдуарда Карловича Пекарского, в которой будут объективно отражены факты жизни и деятельности великого человека, ученого, и на которую будут опираться последующие поколения исследователей данной темы. Нарсай – это первый шаг к сохранению и увековечиванию памяти Эдуарда Карловича Пекарского, человека, чье имя носит школа, в которой я учусь. Спасибо за внимание.